Добрый день, мои замечательные подписчики! Желаю вам хорошего настроения, хорошего самочувствия. Уже завтра у нас суббота, значит выходной. Послезавтра в воскресенье обещают быть жарким. Либеральное крыло оппозиции снова анонсирует протестные акции по всей стране. Сразу хочется рассказать вам идиотический и комиссионный случай, который произошли. Давайте два расскажу. Значит, первое. В Москве к руководителю Альянса врачей, это такой независимый профсоюз, который создавался Васильевой под крылом Навального. Вообще профсоюзы должны постоянно создавать левые движения, но левым это вообще не интересно. Вы слышали о независимых профсоюзах, по-настоящему независимых, а не то, что у нас в стране называется независимыми профсоюзами? Есть такая федерация независимых профсоюзов России. Так вот, это полностью прокремлевский проект, который за людей, за трудящихся вообще не выступает. Настоящая левая политика может родиться только на основании мощного профсоюзного движения. Поэтому я всех призываю, обязательно создавайте профсоюзы, таксисты, курьеры, учителя, врачи, даже силовикам нужны профсоюзы. Ну ладно. К Анастасии Васильевой выехала следственная группа, они собирались проводить у нее обыск, и уже входя в подъезд, они должны были позвонить своему начальству и отчитаться. Ребята, мы на месте, тралевали, начинаем обыск. Следачка в суматохе перепутала телефон, и она позвонила не своему начальнику, кто ее отправил на это задание, она набрала телефон адвоката Васильевой. Они заранее знали все нужные номера телефонов, не туда ткнула, и позвонила адвокату. Адвокат не растерялся и сказал, ребята, отбой, операция отменяется, возвращайтесь на базу. И они уехали, и только через два часа они вернулись и поняли, что их обвели вокруг пальца. Это настоящий анекдот, который произошел вчера в Москве, Россия, 2021 год. Следак звонит, путает телефон, адвокат не растерялся и говорит, ребята, отмена. Это очень смешно. Второй случай, тоже абсурдный, произошел в Санкт-Петербурге. Значит, когда 23 числа по всей стране проходили протестные акции и митинги против этого всего беспредела и в поддержку Навального, в Санкт-Петербурге известный либеральный оппозиционер, депутат Яблочник Шлосберг пришел на место скопления людей и сказал, друзья, пойдемте в гайдпарк, потому что в гайдпарке можно проводить любые массовые мероприятия без согласования с властями. Это особая фишка гайдпарка. Он собрал людей, они с ним пошли, в гайдпарке пообщались, провели свое собрание. Замечательно. Лев Шлосберг фактически предотвратил нарушение общественного порядка, вот это все бла-бла-бла. Он сделал хорошее дело. Люди попротестовали и никаких штрафов им не положено, потому что в гайдпарке протестовать можно. Ну, хорошая ситуация. Красиво Шлосберг разрулил. Ему приходит штраф 20 тысяч рублей. Угадайте за что? За то, что он провел несанкционированное шествие до гайдпарка. То есть, вот пока люди за ним и вместе с ним шли в этот гайдпарк, они нарушили закон. И Шлосберг получает штраф. Как можно реагировать на эту власть? Вот есть конкретный человек Шлосберг. Я много хорошего о нем слышал от того же Делягина. Делягин, когда он там распекает эту партию яблоко, говорит, ну, там, даже там есть нормальные люди, вот Шлосберг, там, то-то, то-то, то-то. Хороший, честный и так далее. Вот конкретная ситуация. Человек хотел нормально взаимодействовать с властями. И что он получил? Штраф. Россия. Это власть. Она делает все, чтобы радикализировать протест, чтобы как можно мощнее произошел социальный взрыв. Зачем? Что происходит? Они настолько выродились? Всех нормальных людей поувольняли, остались одни отморозки и так далее, и так далее. Вот, кстати, свежий пример. Вчера прошла информация, что человек, который был уволен из органов внутренних дел, генерал, по делу Ивана Голунова. Помните, полтора года назад журналист Иван Голунов был обвинен в том, что он наркоторговец, у него якобы обнаружили наркотики, а потом оказалось, что какие-то высокие должностные лица, полковники, генералы всю эту историю фальсифицировали, наркотики подбросили, захотели себе заработать на погоны или была какая-то заказуха, и вот нескольких человек уволили из органов после этой всей ситуации. На проходящей, уходящей неделе, на текущей неделе этот человек получил новую должность, один из уволенных. Он станет начальником в Брянской области, МВДшный начальник. Все прекрасно. Эти люди непотопляемые. По принципу, вот, то самое, которое не тонет. Понимаете, во власти выработаны механизмы сохранять всех худших, всех тупейших, всех подлейших, и они развиваются, получают все новые и новые должности. Люди умные, люди честные, люди, которые думают об общем благе, об обществе, не получают не то, что карьерного роста, не получают шанса остаться при должностях. У них и окладов нет нормальных, и премий нет нормальных, потому что есть чиновники с зарплатами там 20-30 тысяч рублей, даже в Москве. То есть, это вот низший персонал, которые очень бедненько живут, очень бедненько живут. Пока ты не сделал себе карьеру, что делается часто на откатах и кумовстве, у тебя доходы низкие, и коррупционные составляющие на низших должностях на уровне нуля, и ты работать пытаешься. Вот у меня есть некоторые знакомые, кто работали, например, в районном суде, уходят, потому что это издевательство. Работают люди в муниципалитетах, в префектурах, даже в мэрии, в департаментах, и почти все как можно быстрее стараются оттуда уйти, потому что, кажется, вот чиновники, чиновники. Если ты нормальный человек, то работа чиновника будет для тебя сущим адом. И мы переходим к следующей теме. Как же быть в этой ситуации, когда люди недовольны, люди в бешенстве, люди выходят на протесты, что делать? Похоже, власть придумала, придумала идеальный выход из этого положения. Вчера на Украине, точнее, в Донецкой Народной Республике, в самом Донецке, прошла конференция, которую проводили Симоньян, Бабаян, и муж Симоньян, как его там, Киасаян. Согласитесь, фамилии специфические. Это три человека армянской национальности. И эти люди, выступая в Донецке, рассказывали о русском мире и о том, как важно Донецку вернуться в состав России. Что нам нужно поскорее Донецк присоединить. И вы знаете, разговоры об этом, конечно, ходят уже семь лет, но вот именно сейчас, именно когда властям нужен какой-то повод как-то сгладить все коронавирусные противоречия, экономические провалы. Я полагаю, что сейчас они будут разыгрывать по максимуму украинскую карту. Они сейчас начинают процесс, они запустили процесс присоединения Донбасса и Луганска к Российской Федерации. Это позволит, по крайней мере, дает шанс повторить эффект Крымской Виктории. Вот Крым присоединили, ой, ой, дворец нашли, доходы падают, безработица растет, дистанционка, вакцинация, мусор, разливы нефти, беспредельщики-олигархи, безумные законы Единой России, нечестные выборы, что делать, что делать, что делать? О, Донецк, Луганск, все присоединяем за Крым. Путину все прощали года 3-4, наверное, вот так вот. Путину все прощали несколько лет после присоединения Крыма. Огромная была поддержка, все ждали, ну, сейчас начнется левый поворот, реформы, бла-бла-бла, ничего не началось. Сейчас они присоединят Донецк. Друзья, вот как на это реагировать? Армянская троица поехала туда, навыступала на эту тему? Тошно, отвратительно и противно. Вот других слов у меня просто нет. Последнее, о чем скажу, сейчас я буду делать большой подробный ролик на эту тему, но мне просто не терпится с вами поделиться. Олег Дерипаска оказывается, становится у нас фронтменом такого белогвардейского подхода в нашей политике. Мы уже несколько раз с вами обсуждали о том, что Олег Дерипаска известный олигарх, владелец Русала, группы ГАЗ, Н+, энергетическая, алюминиевая и промышленная компания. Он прется в политику, его рассматривают как одного из возможных преемников Путина, как минимум он идет в депутаты Государственной Думы. Теперь ситуация начинает развиваться и проясняться. Его последние сообщения говорят о том, что это оказывается великий почитатель казачества, белогвардейского офицерства, вот этих всех сословных высоконравственных традиций, хруста французской булки, дворянских собраний, православных ценностей. Для меня это полная неожиданность. Судя по всему, ему высокие люди сказали, что Олег, играй вот в эту игру, а вот что получится. То есть вы же понимаете, как это устроено. Администрация президента, она разруливает. Кому, куда, кого, чего. Судя по всему, Олегу предоставили гражданину Дерипаски, поручили взять на себя вот этот политический спектр. Сейчас он будет, вот я прям вангую, какие-то беседы с Игорем Стрелковым проводить, Наталью Поклонскую в оборот брать. Вообще не исключаю. Ой, ситуация кипит, ситуация бурлит, друзья. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. Только вместе мы сила. Информационная борьба сейчас разворачивается во всю ширь. Вот то, что мы наблюдаем, это в первую очередь борьба информационная. Уже все остальное на втором, третьем, пятом, десятом местах. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Пока.